Она весы по знаку Зодиака и младшая дочь легендарного кинорежиссера, который был против свадьбы своей любимой кровиночки, считая ее брак неравным. Наша героиня всего в жизни добилась сама. Она доказала, что даже без образования актрисы, без диплома, без корочки, можно стать знаменитой и востребованной артисткой. А сейчас переквалифицировалась у режиссера, также без образования. Она родила двоих детей и считала мужа идеалом, пока он не бросил ее ради другой. Чего же она хотела? Ведь ради нее, красивый и молодой, он оставил жену и малолетнюю дочь. Амбициозный режиссер-грузин покорил сердце нашей героини и хотел покорить весь мир. Но его принципиальная позиция против властей России заставила его покинуть нашу страну. Однако своего сына от Нади Михалковой он забрал с собой в Тбилиси. Как сложилась судьба младшей дочери великого Никиты Михалкова Надежды? Как выглядит ее 11-летний сын и как сейчас она живет после развода? Наша героиня с детства на экране. Ее первая роль в фильме «Утомленные солнцем» принесла ей признание, а участие в церемонии «Оскар» стало важным событием. С тех пор она успешно продолжила актерскую карьеру, снимаясь в таких фильмах, как «Лед 2», «Беспринципные» и «Батя». Но карьера актрисы – это лишь часть ее жизни. Михалкова также проявила себя как режиссер, дебютировав с фильмом «Чурросы». Затем она выпустила несколько других работ, включая проигранное место и номинацию. Несмотря на успехи, она предпочитает оставаться в тени, не следуя типичному образу светской львицы. Личная жизнь Надежды всегда привлекала внимание публики. Михалкова вышла замуж за актера и кинопродюсера Резоги Генеишвили. Их свадьба состоялась в Грузии и была ярким событием. СМИ освещали это роскошное мероприятие, назвав его «Большой грузинской свадьбой». Вскоре у пары родилась дочь Нина, а затем через два года сын Иван. Михалкова открыто рассказывала о том, как пережила послеродовую депрессию и трудности семейной жизни. Это был очень сложный для нее период. Однако, несмотря на внешнее благополучие, Михалкова подала на развод. Маленькому Ване в тот момент было только четыре года. По словам окружения, супруги уже долгое время жили раздельно. Несмотря на то, что брак нашей героини с режиссером Резоги Генеишвили выглядел счастливым, он завершился расставанием. Сейчас Генеишвили обосновался в Грузии, открыто выражая свои политические взгляды. Он критикует действия российского правительства, потому вынужден был отправиться на родину. Тем не менее, он продолжает поддерживать связь с московскими коллегами. А Надежда Михалкова активно работает, но избегает типичных для звезд светских мероприятий. Актриса также поделилась, что не видит себя на платформах для знакомств, таких как Тиндер. Она предпочитает живое общение. О личной жизни Надежды Михалковой вновь заговорили совсем недавно. Она появилась на премьере фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Это вызвало слухи о возможном новом избраннике, но сама актриса предпочитает не комментировать эти предположения. Надежда Михалкова, как и прежде, скромна и спокойна. Она оставляет свои личные отношения в тайне.